Всем привет! У всех есть привычные для нас автосервисы, да, потому что дело, как говорится, такое. Так вот, возможно, есть те сервисы, которые гораздо лучше и которые берут меньше денег и находятся даже, возможно, ближе к твоему дому. Проверить это можно на сайте yurimon.com, то есть ссылка в описании. За 5 минут можно все это дело проконтролировать, как на самом деле все это дело выглядит. Оставляйте заявку и ждете предложения от автомастерских, которые готовы вас принять. На yurimon.com почти 8,5 тысяч автосервисов по всей России. Ремонт можно оплатить онлайн и тогда 10% от его стоимости вам вернется на счет. Как это работает? Пишите форму, марку, модель, год и что надо починить и ждете предложения от сервиса с ценами. Увидите сами, как легко найти, где починиться и ближе, и дешевле раза в два, чем в привычном сервисе. Ну и отдельный бонус для зрителей моего канала. Первые 100 человек, которые пройдут внизу по ссылке и отремонтируют свой автомобиль, получат 5000 рублей для дальнейшего ремонта на свой счет обратно. Попробуйте, посмотрите, что это такое. Масло тернущее и в нем видно металлическая пыль. Какая индикация горела, просто я звука не слышал. Да я нажал. Сразу, да? Блин, ебать, поле. Блин, нахуй. Бери эту какую. Монтеронечку, лапу, монтировку. Мы что-то движки топором собираем. Хороший герметик. О, мастер заплатил хорошо. На, давай, на себя накидывай. Да, тут некрасно. Да, ладно. А из провозки. Давай, замыть там дерьмо. Ой, что-то пол ел. Голос там просто струженцы. Да. Так сказать, присядь. Присел. Присел, да? Ну, сняли, значит, мы, да? Ну, и куски просто этой. Желтые стружки. Ну, что? Давай начнем с первого. Нет, вот здесь вот это струк стучит. Какой это получается? Ну, это струк, вот она. Пассажерская стружка. А, ну, вот она есть. Да, может, он просто зажал вот такой вкладыш. А тогда, вот. Как раз там, где была плохая компрессия. А, датчик одинокур обломили. Да, да, датчик. Блин, такие вот. Сколько мы же у меняли, да, уже? Поглично, да. Новый? Новый датчик обломили. Четыре полового датчика. Датчик ГУР полторы тысячи стоит. Новый заказывается. Нет, не полторы. Ну, написано полторы. Ну, мы по экзиту потом посмотрим. Ха, слышь? Уже в чистом стоит. А что ты быстро-то? У меня дела. Окей. Вот такие. Так а что? Констатируем факты какие. Разборка полная, дефектовка. Вторая. Снял. С правой, с правой налево. А здесь слева направо выпадал, правильно? Ну, вот здесь. Подписано, вот, АБЦД. Открутил все болты. Блин, встал, даже гола загружилась. Опа. Опа. Опа-опа-опа. Опа. Ну, еще вот здесь, получается, был болт. Да. Возьми этот, который у нас там. А, включился? Да. Ну, еще так, ну, еще такого. Азей, голову покажи. Вот эта сторона, да? Получится. Как новая все. Ага. Да. Ноль претензий. Свечи. Свечи. Свечи, да. Ну, вот, смотри. Вот это цепи, это перед, получается, вот тот цилиндр. Ну, и что там с ним случилось? Ну, как бы видно, что здесь крапинка есть, допустим, а здесь нет. Ну, здесь просто черный, да, здесь крапинка. Это вообще понты. Ну, да. Ну, соответственно, здесь тоже ничего нет. Не, ну, есть, конечно, такие, вот, сверху. Что? Ну, блин, на видео мы чей-то эндоскоп смотрели, там просто, ну, гораздо хуже было, согласись. Ну, это ближе просто. А все, ржавчина. Где? Это что-то. Где? Ржавчина. Ты видишь ржавчину? Да. Просто стоял хули две недели. Ты подожди, он же был закрыт у нас. Ну, что? Ну, что, машина на улице стояла год. Че, так же может случиться, что? Ну, это ржавчина. Ты сам видишь, что это? Так не, он закрыт у нас был, закрыт. Ну, да. То есть масло было смазанное? Было. А что он здесь эндефрис делает? Ну, это сейчас из головки вытик, я так понимаю. Покажи. Вот, видишь, задрал чуть-чуть. Не, на клапана целая. Чуть-чуть. Ну, что-то. Угу. Ну, вот, наверное, по... Вот, вот билый этим болтом, вот билый болтом. Не, вот, видишь, говорю, тут слезло, то есть они вот эти все в нагаре, как бы, а вот здесь вот нагар пообламывался. Болтом, как бы. То есть по автоблогингу еще надо, ну. По школе автоблогинга? Да. Такая фигня. Ты представляешь? Да. Нет, а просто это интересно. До закончат люди школу, ну, просто блогинга, им какой-то серфетикат дают, да? Да. То есть удостоверение. То есть, получается, можно, знаешь, в униере, ну, вот я учился в униере, да, то есть у меня есть диплом, то есть, ну, не красный, да, но диплом есть. Ну, да. И, получается, я могу, в принципе, по этой специальности работать уже. Да. Так по России так работает. А если бы я закончил школу блогинга, я бы также получил, там, черт-фетикат по системе, там, кодочников, помнишь, которые у меня, там, в гараже-то, да? Угу. То есть, получается, что я тоже могу быть блогером уже? Да. Ну, это уже у тебя официальное, такое, разрешение. Разрешение? От кого? От старшего брата. Блин, ну, если честно, ты же глупо, на самом деле-то, да? Ну, я просто думаю, что это, не, может быть, там действительно учат блогером быть, там, говорят, вот надо, там, допустим, вот, чтобы зритель посмотрел, нужно, как-то вот сделать то-то, 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 знаешь, там, волшебные шаги такие, которые ты сделаешь и стал просто, знаешь, каким-то, там, я не знаю, известным, там, Хованским стал, там, понимаешь, ну, просто бухай пиво и матерись, да? Или Ларин сделает, там, серьезное лицо, как будто, действительно, там, там, самый серьезный человек в России. Ну, е-мое. Ну, давай отсюда. Ну, здесь тоже так же. Ага. Давай, короче, ты снимай насос, я поехал в магазин или к Сереге заеду за головкой и все. Ну, что, плохие новости. Кладыш остается здесь. Блин, упал. Это боковой упал. Боковой, в магазине стал. Давай, пока покажу. Сейчас, смотри. Сейчас покажу. Вот и здесь покажешь, вот. Вот они все. Кладыши коренные. Они все провернуты. Ну, не провернуты, они все. Представляешь? Ну, выработку, понимаешь. Все. Все пять. То есть здесь, 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 здесь. Здесь. Они все с выработкой. Эти мы еще не разбирали. Ну, и что делать? Как ты думаешь? Почему ты куда? Разложили все. Красотища неописуемая. Но, как бы там красиво не было, все хреново на самом деле. То есть, вот, смотрите. Явная выработка. Ну, и, соответственно, вот они вкладыши. То есть, они все с задирами. Ну, и вот, который стучал. То есть, его просто расплющил. То есть, он, по идее, должен быть такой узенький. Его просто расплющил. То есть, вот такие печальные последствия по поводу поршней. То есть, вон поршень, да, который мы показывали в прошлой серии с эндоскопом. То есть, вот его так побило. Вроде бы, да, не сильные такие, как бы, вот, ну, явные такие прорези, там, какие-то удары. Но, тем не менее, кольцо верхнее запрасовалось. То есть, она не выходит. То есть, что ты? Да, я что-то в другое место смотрел. Давай, давай, нормально. Видишь, что заходит штука, да? Верхнее кольцо у нас, вот оно. Ну, то есть, она, как раз, где удары были, она запрасовалась, но она от сюда не вылезает. То есть, вот, исправно поршень, если взять, да? Потом не перебудут. То есть, здесь колечко, вот оно, входит. То есть, как правильно, парни, писали, что действительно, вот из этих ударов запрасовано с этой стороны. Также запросовано кольцо верхнее с этой стороны. Ну, и, соответственно, вот маленькие такие вот здесь сколы. То есть, поршень, понятное дело, под замену. Также под замену шатуны, которые были вот, Вот, допустим, здесь бочина вся разодрана, просто вот этим расплющенным складышем. А вот этот поршень, вот, где именно провернуло. То есть там выработка явная, то есть это, естественно, под замену. То есть, ладно, это всё попозже, конечно же, дефектуем, всё посмотрим. Просто сам факт в том, что задиры абсолютно на всех. То есть один расплющил, а все остальные задиры. И вот такой сверточек мы нашли, закладка какая-то. Вот, парни, вы не боитесь такие вещи оставлять, просто, смотрите, 500 рублей. То есть это, наверное, через какой-то щель в гараже, что ли? Вон там, серый щель там. Там, кстати, не только можно закладки такие закидывать, там можно и сетку бодяры туда закидывать. То есть, по крайней мере, пока лето, пока осень позволяет. Сейчас посмотрим, что парни прислали. Тут рублей, 5 лепестки пакеты. Спретом из Петербурга. От больших ценителей вашего YouTube-канала и маленький вклад в его развитие. Спасибо огромное. Не подписались? Да. Вот обидно, что, парни, вы не делаете подпись. Ну, как-то так. Спасибо большое. Это надо на бич-пакеты, на чай, на печенье. Так, ну что, из Петербурга вам тоже, ой, точнее, из Кировского вам тоже привет. Спасибо за развитие вклад. Покажи, давай, знаешь, что, вот это там, смотри. Вот, вот эти все коренные, да, вкладыши. Они тоже все в задирах, абсолютно все, абсолютно все. Ну, голову в масле уже тут все замочили, в масле Навальный, сам блок тоже весь в масле, потому что пока вот это все дело будет ремонтироваться, да, чтобы здесь ничего не заржавело. Но все равно вот этот налет меня смущает, я просто понять не могу, что он означает. То есть, это как бы и не ржавчина, с одной стороны, но с другой стороны вроде и не такое, установишь, явное зеркало. Приблизь, пожалуйста. Включи лампочку. Ну, что это за налет? Что, это ржавчина или что это? Я понять не могу. Ну, давай так сделаем. Покупать контрактный двигатель, еще раз, глупая реально затея, и вы не одобрите стопудово ее. То есть, вы просто сами скажете, что неправильно. То есть, можно и третий, и четвертый, и пятый двигатель также купить. То есть, если делать, да, то опять же, сейчас получается, нужно делать уже из того, что есть. То есть, по крайней мере, те поршни остались, те шатуны остались. То есть, имеется в виду, что этот коленвал, он в лучшем состоянии, ну, по крайней мере, на первый взгляд, чем тот, который первый был от Infinity. То есть, его шлифуем, вот это все дефектуем, все вот эти штуки меняем, поршня меняем, ставим от Infinity. То есть, нормально, чтобы уже точно не было до чего докопаться. Соответственно, ставим нормальные вкладыши новые, покупаем, как коренные, так и это. И, соответственно, будем уже собирать своими силами, я так думаю. Вот приняли решение, вместо того, чтобы отправлять в Москву, еще что-то делать и заказать контрактные. То есть, опять же, решили все делать сами. Надоело вам это, не надоело? Представьте, как надоело здесь сидеть нам. То есть, реально руки опускаются. Ну, тем не менее, надо проект завершать, как-никак. То есть, это вот такой вот труд, да. Даже писали некоторые пацаны, говорят, у тебя, говорит, Мерс больше ездил. Он говорит, в худшем состоянии был, но он хотя бы у тебя ездил. Эта машина, блин, вообще стоит просто мертвым ходом. Вот такая вот у нас выемка, как вы сами видите. Хоть реально, что-то какой-то другой двигатель сюда просится. Но, опять же, повторюсь, если собирать эту машину, то делать нужно ее в стоке. То есть, имеется в виду тот самый двигатель, который здесь до этого стоял. Но имеется в виду только исправный. Какие-то сюда JSZ и 1JZ. Это представляете, как на логове все затянется. Это реально другая работа. И JSZ тоже самое стоит, как двигатель на Infinity. То есть, смысл его покупать, как в ходе JSZ, если Infinity двигатель стоит столько же. А зачем это делать? То есть, как вы сами прекрасно понимаете. Была у меня затея от 12-ки сюда двигатель запихать, 16-клапанный. Но просто это нереально сделать, потому что у нас нет специалистов. Я, допустим, ни разу этим не занимался. То есть, я даже не представляю, как вообще подружить, соединить автоматическую коробку с двигателем. От ваза. Это просто, ну, в моих силах это нереально. Если есть какие-то умельцы, парни, приходите, покажите, как это делается. Серьезно. Оделись. Все, собираемся уходить. Просто подвожу итоги. То есть, все законсервировали. Ну, как полили маслом автомобилем. То есть, специально не коробочным маслом. Потому что оно имеет свойство не растекаться. То есть, есть даже такое, ну, типа совета, что как определить, что капает у тебя с днища автомобиля. То есть, берешь капельку того, что у тебя капает, капаешь воду. Если растекается, это моторное масло. Не растекается. Значит, это с редуктора или, допустим, с коробки передач. То есть, вот такие дела. Поэтому нужно именно консервировать, да, чтобы не заржавело именно моторным маслом. Это раз. И далее. То есть, я еще как бывший мотоциклист. Там, когда на зиму консервируешь, берешь промасленную бумажку и засовываешь в глушитель. Также заливаешь масло в сычное отверстие. Ну, и делаешь пару тактов, как бы, до оборотов. То есть, вот такое вот, ну, получается, как бы, хранение. Подложу итоги по поводу времени. Давайте так. То есть, когда Mercedes разбирали, тоже там уже чуть ли не на время все это дело шло. Так вот, снять двигатель занимает 3 часа с Infiniti FX45. Разобрать двигатель 3 часа. То есть, вот в такое состояние, что блок отдельно, все запчасти отдельно. То есть, не в попад, да, там, а именно, что вот разложили аккуратно. То есть, не кувалды разбирали. То есть, получается, за 6 часов можно снять двигатель и разобрать. Все провернуло. Все, что можно. Причина до сих пор неизвестна. Короче, подожди. Сколько там у нас куплено? Да, да, да. Получается, суть такая, что парня спрашивали про давление масла. Так вот, мы специально, то есть, связались с человеком, у которого такой же автомобиль. Я, чтобы он снял на видео нам и показал, что у него происходит с приборной панелью при включении зажигания, допустим, там, вот. Ну, просто, да, заводит. То есть, у него загорается энное количество лампочек. Мы пришли в гараж, заводим. У нас трех лампочек не хватает. То есть, вот, Коля приходил, снял приборку, оказывается, три лампочки просто выпаянны. Просто их нету. Нету, да? Нету их вообще. Нету вообще нету. Ну, и причем, видно, что и... Это кустарным способом. Ну, просто отпаяли. Да, а приборку мы заказывали отдельно. То есть, ее прислали с разборки. То есть, мы даже не могли узнать давление масла. То есть, понятное дело, что туда нужно, как минимум, уже впаивать хотя бы вот эту лампочку, а как минимум. Двигатель сняли третий раз. Ну, как говорят, бог любит троицу, да, то есть, ну, на третий раз мы думаем, что, как бы, уже, ну, по идее, повезет. То, что крест в поддоне, парни, это мы заметили давно-давно уже. Но это, я понимаете, что причина не в этом, да, то есть, в этих всех бед. Причина вообще поломки опять и провертывание всех вот этих, да, вкладышей, задиров. Ну, я не знаю, ну, честно, не знаю. Но это, знаете, это, то есть, ну, не то, что там кто-то полгаз дал. Это нормальное явление. Эти нефиники, допустим, ну, их так и гоняют многие люди, и они ездят нормально. То есть, у нас реально какая-то была причина. То ли из-за того, что первый раз собрали неправильные метки, да, пошла разнос, получается небольшой разнос, детонация. И, соответственно, эллипсом выработалась выработочка. И, соответственно, потом при нажатии газа, да, уже когда нормально все собрали, просто-напросто провернуло. Вот такие, как бы, нюансы. Ну, лично для меня почему-то почернело масло сразу же. То есть, залили новое масло, несколько заводов, и оно почернело. Возможно, причина в этом, что у нас неправильно что-то работает. Всем спасибо за просмотр. Все хреново. Ну, в принципе, как и обычно. Даже ни разу, наверное, даже не улыбались так-то, что, а, слышь, мы все починили такие. Ну, это реально, такого никогда в жизни не было. Ну, в принципе, жизнь такова. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok